Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова, дорогие друзья, которые нас посетили, которые находятся с нами в одном зале, друзья, которые находятся с нами в прямом эфире, я желаю порассуждать о Господе нашем Иисусе Христе и взял в основание первую главу Коринфянам послания. Здесь апостол Павел обращается к Церкви, к той, которой многие считали себя самодостаточными, мудрыми, и он говорит в 1 главе 24 стихом, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в праведности Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих, ибо и идеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумия, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божию силу и Божию премудрость». И далее, «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Существует ли Бог, никогда не доказывается наукой, достижением науки, законами открытые или наукой физика, астрономия, химия, каким бы ни было. И вопреки исследованию пытливого ума, а как могло так быть? А вот так Бог усмотрел самый лучший, самый правильный путь – это воплощение Иисуса Христа, Сына Его Единородного. И Он стал жертвой умилостивления на кресте Голговском, и это премудрость, это премудрость от Бога. Только Иисус Христос мог сказать, «Я есть им путь, я есть им истина, я есть им жизнь вечная, это наш Господь Иисус Христос». И у человека нечем похвалиться, нечего сказать, «Это мои достоинства». Во всём спасённая душа только может сказать, вся хвала Ему принадлежит. Он достоин славы, Он достоин хвалы. Бог является премудростью. Он является нашей праведностью. Во Христе Иисусе мы считаемся праведными пред Богом. Иоанн Златоуст, рассуждая об этом, он написал такие слова, «Ибо если грех породил смерть, то вполне ясно, что праведность, сообщаемая благодатью, уничтожает смерть и испровергает всё царство греха». Слово Божие нам открывается в этом же, во втором послании к Оринфинам, в 5 главе, 21 стихом записаны такие слова, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в Нём, во Христе, сделали справедными пред Богом Отцом». Дорогие друзья, почему Господа Иисуса Христа смерть не могла удержать в могиле? Потому что Он был праведен пред святым Богом. Иисус Христос в жизни своей, Он был праведен, и смерть не могла удержать Его. Дорогие братья и сёстры, Христос умер за нас, чтобы мы сделались праведными пред Богом, праведные, оправданные, не имеющие вины, чистые, недостойные смерти, достойные жизни вечной. Во Христе Иисусе мы сделались праведными. Наша праведность, она как запачкана одежда, Слово Божие говорит. «Христос нас облёк в ризы спасения, в одежды праведности, Его праведности». Вы помните притчу о брачном пире, когда зашёл Господин и говорит, «Как ты попал сюда в небрачной одежде?» Всем званым давалась одежда. Христос нас одел одежды праведности, Его праведности. Он – наше освящение. Сами мы своими достоинствами, своими добрыми делами никак не можем похвалиться и предстать пред Богом незапачканными. Говоря о святости, един Бог – свят, 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 Господь, Бог Вседержитель. А вот слово «освящение», оно всегда говорится в двух значениях. Народу израильскому, или в то время было хорошо понятно, были сосуды, которые находились в храме, они были освящены, посвящены, только для служения Богу, как и наши сосуды эти, они только для служения пред Богом, для вечери. В нечто подобное Бог освящает нас, отделяет для служения, для хождения пред Ним. Иисус Христос молился молитвой к Отцу Своему, в молитве первосвященческой Он говорил, «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною». Господь нас освятил, отделил от этого мира. И это происходит в день искупления нашего, в день покаяния нашего. Господь выделяет нас, забирает, отделяет для Себя, освящает, печать ставит моему принадлежим. и второе, это, когда делает нашу личную жизнь каждого христианина в отдельности святой, в смысле морального и духовного усовершенствования. Этот процесс длится всю жизнь. И средство, это Дух Святой, работающий в сердце нашем, и Слово Его, которое освящает нас, ведет путем освящения. И Он сделался для нас искуплением. Евангелие Матфея, 20 глава, 28 стих, записаны такие слова. «Так как Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою, для искупления многих». Слово искупления искупить, купить, а дать цену для того, чтобы приобрести для себя. Это было так понятно в то время, когда люди, как любые птицы и животные, продавались на торжище, на акшене, мы по-нашему сегодня сказали, когда глядя на человека, раба, на котором были цепи, называли цену, и человек мог купить его, и это становилось его достоянием, его имуществом. Может быть, такой образный пример, на такое торжище, на такой акшен пришел человек, увидел раба в цепях, и он ему понравился, он спросил цену и заплатил за него, рабу сняли цепи, и он говорит, ты свободен, я за тебя заплатил, можешь быть свободным, и пошел этот господин, слышит шаги, оборачивается, этот купленный раб, ныне свободный, идет за ним, он говорит, я тебя освободил, ты свободный, иди и делай, что хочешь, он говорит, я хочу тебе принадлежать, ты меня купил, я хочу тебе служить, следовать за тобой, вот оно искупление, вот она цена, мы живем в другое время, но и сегодня в этом мире очень много рабства, но говоря не о рабстве физическом, когда на людях цепи, а говоря духовно, может человек быть абсолютно свободным, может иметь паспорт любой страны, а быть рабом, рабом греха и зависимости, и как апостол Павел говорит, и такими были многие из нас, но освятились, но умылись, но оправдались крови Иисуса Христа, вот это рабство страшное, оно и сегодня порабощает души, это грех, это зависимость, и от этого рабства только один, извините меня, господин добрый может освободить, это Иисус Христос, и Он за нас заплатил цену, мне очень нравится в этом послании Коринфина в первом, шестая глава девятнадцатый двадцатый стихи, первое послание Коринфинам, шестая глава девятнадцатый двадцатый стихи, не знаю ли, ли, что тела ваши, суть, храм живущего вас, святого духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога, и в телах ваших, и в душах ваших, который суть Божией. Дорогие братья и сестры, за тебя и за меня была заплачена цена. Цена это не серебро, не золото, не доллары, это кровь, кровь Агнца, кровь Бога, Сына Иисуса Христа, который добровольно принял тело человека пришел на эту землю и служил. Мне очень нравится высказывание одного мужа о рассуждении о Господе нашем. И он говорит, дела Иисуса Христа, его слова, его поступки, они показывают, что он мудрость Божия. Затем его смерть, погребение и воскресение, они связаны с нашим оправданием, мы праведны пред Богом. Затем его сорокадневное хождение среди людей, его вознесение, после чего он ниспослал Дух Святой и воссел одеснуя Бога Отца. Это связано с освящением. И в завершении его второе пришествие, связанное с нашим искуплением. Но мы ведь уже куплены, уже цена заплачена. Вы заметили, что искупление стоит в конце этого стиха? Когда я рассуждал в послании к Римлянам, 8 глава, 23 стих, и здесь говорится о творении Божьем, о том, что они стинают до ныне мучиться, и не только они, она, тварь, но и мы сами стинаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Дорогие братья и сестры, все праведники Авель, Авраам, Давид, Иов, может быть, последним, скажем, Иоанн Креститель, они умерли, но они ожидали, и Ох говорит, а я знаю, искупитель мой жив, он восстановит тело мое в последний день, они ожидали и ушли. Все живущие во время Христа и после его жертвы Стефан, Петр, Иоанн, все современники нашего дня, которые ушли в вечность, наш Илья Нифонович, Виталий Вениаминович, Николай Васильевич, Рувин Иванович, они ожидают, они не в томлении, они не томятся, они в радостном пребывании, ожидая воскресения, восстановления тела их, искупления тела. И Слово Божие нам открывает мудрость Божию. Это тайна сокрытая, но открытая Духом Святым через Писание. И апостол Павел открывает нам первое послание Фессалла Никитцам, 4 глава, 16 стих. Потому что Сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и Трубе Божией сойдет с неба и мертвы во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облако встретение Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. Вот оно завершение искупления. День вечери Господня, когда мы вспоминаем цену искупления, которую Христос заплатил за меня, мне всегда дорог. Хор особо подготовлен, и одежда особо, и гимны особо, мы все особо приготовились, стол украшен особо. Дорогие братья и сестры, вы представляете хор, когда при гласе Архангела, при Трубе Господне мертвые воскреснут. Церковь Христова, которые ожидали Его, они воскреснут, тела их воскреснут. Представляете, какое движение придет вся земля. Так слово говорит, это не фантазия, это истина Божия, это тайна Божия, которая открыта Церкви, Духом Святым, через Писание. У меня вопрос, а люди, которые останутся, которые Бога отвергали, они увидят воскресшие души, возносящиеся, соединяющие тела с душами. Или это будет видно только для мира духовного. А люди верующие, которые будут во время восхищения останутся живые, они изменятся, и тела тех воскресших и изменившихся будут подобны телу Иисуса Христа. Как ученики видели восходящим, такие тела получат. дети Божьи, их будет тысячи, их будут миллионы на облаке встречи с Господом. Вы представляете, какой это будет хор? Там не будет голос таким, он будет чистый, звонкий, совершенный и будут хвалить Господа. вот это будет хор. И они будут воздавать хвалу. Достоин агнец закланный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. И тогда мы увидим и тогда мы поймем и тогда мы полностью осознаем а вот в этом участие хора моей заслуги никакой лишь сила благодати и хвалящийся восхвалит Бога. Восхвалит хвалиться Богом это восклицать восхвалять прославлять поклоняться и превозносить Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. В этой же восьмой главе послания к римлянам апостол Павел продолжая рассуждение о Господе Иисусе Христе с 31 стиха говорит такие слова что же сказать на это если Бог за нас кто против нас тот который сына своего не пощадил но предал его за всех нас как с ним надарует нам всего кто будет обвинять избранных Божиих Бог оправдывает их кто осуждает Христос Иисус умер но и воскрес Он и Одесную Бога Он и ходатайствует за нас это наш Господь Иисус Христос Он во многом не схож с тем добрым Господином который купил одного раба на торжеще сделал его свободным на том торжеще на том акшене старых людей не покупали они не нужны никому были покупали красивых молодых сильных крепких а Господь Иисус Христос не мудрая мира а ничего не значащая и детей и молодых и старцев приходит и говорит хочешь быть свободный я за тебя цену заплатил кто бы не согласился дорогие друзья которые находятся в доме молитвы когда при глазе архангела при трубе Господней мертвы воскреснут мы изменимся это будет величественный миллионный хор ты будешь там в хоре этом это вопрос не праздный это очень важный вопрос ты будешь участником этого хора Слово Божие Дух Святой говорит кто Духа Христова не имеет тот и не его в этом прекрасном стихе самый секретный вы во Христе Иисусе в нем во Христе Иисусе который стал для нас премудростью праведностью освящением и искуплением ты находишься в нем во Иисусе он находится Духом Святым в тебе это встреча в молитве покаяния когда он возрождает нас для новой жизни и вселяется Духом Святым возрождает дух для новой жизни это светильник и тогда мы имеем дерзновение при глазе архангела при трубе Господня мертвые воскреснут мы изменимся и всегда с Господом будем этот вопрос нужно решить тебе лично быть может сегодня если этот вопрос не решен у тебя с нами ты находишься или на расстоянии с нами этот вопрос нужно решить тебе лично если нужна помощь ты можешь подойти к кому-то из служителей пригласить к себе прийти к нему иметь рассуждение и молитву покаяния это будет начало новой жизни Бог Христе Иисусе и тогда ты праведный потому что Господь одевает день искупления в одежды праведности ты освященный Господь из мира этого тебя освобождает освящает ставит принадлежность его ты и когда мы по пути где-то запачкаемся наша одежда запачкается где-то согрешили вновь каемся примиряемся восстанавливаем наши отношения и ожидаем искупления за тебя и за меня заплатил Господь цену она высока она неизмерима золотом она неизмерима серебром это кровь Иисуса Христа для того чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом от Него и вы во Христе Иисусе который сделался для нас премудростью от Бога праведностью и освящением и искуплением чтобы было как написано хвалящийся хвались Господом слава Ему аминь помолимся и прославим восхвалим Господа в молитве хвалящийся хвалящийся целоватся